всем доброй ночи друзья мои пока вы спите старый еврей работает ну вот как раз старый еврей решил на своем языке подарить вам скоропомощники я вам объясняла и говорила что у каждого языка есть своя сила своя энергия по-другому говорят вибрация язык каждого народа имеет особую энергию есть энергия разрушающая есть созидательная есть отрицательная энергия языка есть положительная и на каждом языке созданная ритуал или шепоток он несет определенную силу кроме того я уже объясняла что я дарю вам на разных языках потому как у каждого из нас своя генетика естественно зов крови память крови память предков иногда человек не подозревая делает ритуалы вуду у него получается лучше чем ритуалы на русском языке хотя человек русский по фамилии по внешности но откуда знать человеку откуда его предки очень может быть что его предки жаркой африки но на протяжении многих тысячелетий человек видоизменился точнее рот и из чернокожего превратились европейцев с голубыми глазами сейчас зачастую у темных родителей рождаются светлые дети у светлых родителей могут рождаться темные дети и это их дети родные просто происходит на генетическом уровне иногда мутация иногда просто память далеких предков зов крови поэтому я когда дарю ритуалы на разных языках и разных народов я именно для этого и делаю чтобы люди у которых энергия языка их собственное совпадет чтобы у них получалось чтобы они получали результат так и случается евреи еврейский народ один из хананейских племен который отделился примерно 5000 лет назад и ушли сначала между речи и оттуда уже на землю обетованную там где жили амарийцы завоевали ярусалим завоевали израиль так назвали потом израиль еврейский народ который был уведен в плен много раз вавилонский плен медийский плен много раз евреев снимали с места забирали всем народом через некоторое время этот народ возвращался обратно народ который прославился своим умом своим талантом своими ремеслами своим умением зарабатывать деньги народ который невзирая на по сути кочевой образ жизни потому что евреи вернули свою родину через две тысячи лет вы только вдумайтесь через две тысячи лет найти в себе мудрости силы 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 воли вернуть себе обратно родину народ который был гоним за ум за таланты народ которого ненавидели потому что они богато жили они работали и работают дорогие друзья они просто работают день и ночь конечно большое заблуждение думать что среди евреев все умные нету дураков это было большое заблуждение среди них тоже есть свои недалекие личности но в любом случае даже это этого недалекого человека берут под свою опеку помогают поднимают часто евреи сравнивают с армянами говорят что они один народ хотя очень ошибается потому что евреи из семиты от сына ноя по легенде сыма армяне от сына его яфита яфититы но во многом может быть они схожие во многом есть схожесть но есть одно очень сильное отличие когда в еврейской небогатой семье растет талантливый ребенок еврейская община всеми силами дает этому ребенку образование обеспечивает его будущее и потом он служит своему народу своей общине становясь адвокатом становясь политиком может быть известным врачом неважно они поощряют таланты своих детях они помогают девочкам своего народа выйти замуж за состоятельных за влиятельных людей во многом через них потом управляет миром история эсфир вам в пример которую выдали за царя артаксеркса а потом только благодаря эсфир еврейский народ спасся от уничтожения в персии более того казнили тех кто это уничтожение хотел организовать и это ухищрение хитрости называйте как хотите но это вынужденная мера маленького народа незащищенного никем живущий в зависти и в ненависти за свой талант и ум спасти себя и просто выжить в этом мире существовать и в этом они очень сильно отличаются от армян армяне завидуют друг другу друг другу да и если в армянской семье растет талантливый ребенок то другие армяне стараются все дороги этого ребенка закрыть все пути у меня был такой случай когда армянская община которые все время печатали мои стихи все время издавали и на этом их газета держалась потом с моим отцом случился конфликт у одного из скажем так второго лица общины и он запретил издавать мои стихи и сказал что вы все время ее издаете что среди наших детей нету талантливых что ли детей что прям обязательно ее они там не богатые люди а стихи я вам сейчас прочитаю которые издали издали русские газеты российские то есть русские дан русскоязычные газеты ну один из этих стихов естественно мой офицер ушел с рассветом ушел и не вернулся он перемешалась тьма со светом душа исторгла тихий стон я знаю знаю в мире этом мне не найти любви такой он озарял всех чистым светом и был был навеки только мой и в городе и в те пещеры ходила я искала след нашла следы далекой эры уже ли его там больше нет мой офицер ушел в туман оставив мне лишь пустоту как в жизни талисман растаял дымом по утру вот такого стиля стихи которые запретили издать и сказали у нас мы богатые люди у нас тоже есть дети издавайте наших детей следующий выпуск вышел с таким стихотворением мама мама моя хорошая красивая как я тебя люблю и на кухне помогаю и том чищу и мамочки мои родные стихи дарю ну что-то в этом роде потому что они богатые люди и чем они хуже дочери какого-то небогатого человека вот так к сожалению живет мой народ веками портя друг другу кровь не понимая что это есть причина всего зла и всех бедствий которые мы проходим так что евреев есть за что уважать кроме того хочу вам сказать что хазарский каганат который был создан потомками Соломона царя Соломона на северном кавказе а потом уже в части то есть на одной части кавказской Албании но очень долго просуществовал и до сих пор горские евреи таты живут в этих областях они коренные жители со времен хазарского каганата и у них очень строгие нравы очень патриархальные семьи и прочее так что дорогие друзья если еврейский народ смог выжить столько тысячелетий бороться в конце создать свою страну и добиться такого успеха и во всем мире вызывать зависть из-за своего ума работоспособности богатой жизни значит у них язык точно такой же пробивной сильный и обладает такой же энергией удачи и на языке под названием да еврите мы с вами сейчас и поговорим я объясню для каких случаев и на еврейском языке подарю вам шепотки и так первые первый шепоток скоропомощник если на вас наговаривают если пытается на работе на вас капать если пытаются на работе вам помешать в чем-либо или идут на вас доносить или вы знаете что этот человек нарочно устраивает проверки то же самое может происходить и с соседями если человек разиться идти в милицию на тебя написать если контролер ни за что к тебе прицепился скажем на работе или может быть вы продаете на рынке одним словом чтобы их желание не сбылось и чтобы их не услышали а наоборот чтобы все обернулось против них самих то есть чтобы их опозорили вместо того чтобы услышать и помочь говорим следующие слова еще раз зээф тишээх бэйях ойэф тишээх бэхэх хэхпа далее опять же от проверок от внезапных конфликтов или в доме если происходит конфликт между детьми и между родственниками да и вообще вы с мужем если там ругаетесь идете и говорите эти слова ну раз десять этого достаточно чтобы все стихло кстати про первый шепоток скоропомощник шесть раз тринадцать раз произносите след врагу или представляя его это нужно как бы знаете как на месте прям это сделать то есть не отходя от кассы и так начнем чтобы успокоилась тихо это буря эти эмоции крики конфликт одним словом чтобы успокоился иногда этим шепотком можете остановить и драку глядя на все это и для себя начитывая суфа миссавив этсли шакет в хасет еще раз суфа миссавив этсли шакет в хасет далее чтобы опасность миновала может быть может быть вы поздно возвращаетесь за спиной шаги может быть вы боитесь в темноте идти а вам нужно идти начитывайте может вы сели за руль и какая-то тревога внутренняя страх какой-то повторите эти слова 12 12 раз и смело идите по делам с вами ничего не случится вы даже почувствуете что это опасность была и не просто так у вас было предчувствие но с вами ничего не случилось вас обошло стороной гурикан гурикан тавох альпанай аниселя я читаю именно как положено ставлю ударение куда нужно и произношу именно те самые звуки которые нужно но естественно когда выставим и напишем вы можете читать как вы можете прочитать это не страшно еще раз гурикан тавох альпанай аниселя гурикан тавор альпанай аниселя далее если вы хотите понравиться если вы хотите чтобы вас услышали если вы идете в банк я не знаю за кредитом идете к начальнику за новым назначением или попросить чтобы он пошел навстречу и отпустил вас на неделю куда-то куда вам нужно и так далее читайте это шесть раз и идите шесть раз Я попросила человека, знающего иврит, исправить некоторые неточности, может быть, где-то я неправильно говорю, поэтому мне кажется, что все эти слова произносятся полностью правильно теперь. И ещё раз. Вообще в еврите буква «Р» практически не произносится. Вот такое гортанное «А». Дальше. При поступлении, при экзамене, при сдаче на права и прочее, прочее. Ну, это лучше, конечно, сделать более такие серьёзные работы перед такими серьёзными делами. Но если прямо вот сейчас нужно, чтобы так получилось, или чтобы обошёл стороной человек, который тебе не очень приятен, или чтобы директор не сердился и сделал, как вы хотите. Одним словом, чтобы было по-вашему, чтобы пронесло, получилось, как вы хотите. Дальше. Чтобы человек побоялся вам что-либо предъявить или сказать. Начальник это или муж, может, вы ему машину разбили, и он должен прийти домой, вот-вот, вам надо это ему рассказать. Перед этим почитайте шесть раз, чтобы в нём был страх и нежелание с вами скандалить. Он сам удивится этому, но это случится. Или чтобы ребёнок всё-таки непослушный ребёнок вас послушался, побоялся вас и не пошёл туда, куда он хочет идти, а вам не хочется его отпускать. Ещё раз. Следующее, чтобы было, как вы хотите, руководить процессом, чтобы вот в этот момент вас послушали, ваше слово прошло, для себя прошепчитесь пять раз. И знаете как? Нужно шептать и кружиться вокруг своей оси против часовой стрелки. Вот вы так встали где-нибудь, закрылись, покружились, сказали это пять раз. Ну, один круг делаете. Пять раз произнесся. Ну, вот повернулись сюда, прочитали, повернулись туда, прочитали, как стрелка от часов. Вокруг своей оси начертили этот защитный круг вокруг себя. И там набирается эта энергия, и эта энергия заставляет людей вас услышать. Я поэтому говорю, есть очень много тайн, секретов, которые, ну, не очень можно раскрывать, но приходится иногда намекать для того, чтобы вы поняли, по какому принципу вообще работают ритуалы. Я же вам говорила, ключ, замок, язык, откройте этот ролик и прослушайте, чтобы понять систему ритуалов, да? Но они работают. Итак, чтобы ваше слово прошло. Вокруг часовой стрелки, вокруг своей оси, ой, против часовой стрелки, вокруг своей оси крутимся, и пять раз читаем. Я тоже прошло, Junior. Дальше, чтобы выдержать натиск, разговоры, сплетни, злость, каждый раз перед тем, как идти на работу, например, или каждый раз перед тем, как начать своё дело, или вы пойдёте туда, и у вас очень такая прям разборка предстоит, нервотрёпка, идёте туда и каждый раз начитываете перед выходом раз десять вот эти слова, и обязательно всё обойдётся. Сложный язык, но такой, сильный древний. Следующее, чтобы, опять же, вас послушали, здесь в основном вызывающее послушание и покой. Чтобы было так, как вы хотите. Вот вы пошли на собрание, должны там про вашего сына что-то сказать, и чтобы это всё смягчить, чтобы они не сказали, чтобы они не ругали. Или с мужем предстоит разговор, и вы хотите, чтобы он вас послушал спокойно, чтобы импульсивно там не прерывал вас. В общем, чтобы было, как вы хотите. Диктовать свою волю. Читать нужно четыре раза поворачиваясь на все стороны света, неважно, по часовой стрелке, то есть в обратную сторону, это неважно. Четыре раза поворачивайтесь и на каждую сторону света читайте по одному разу. И можете смело делать, что хотите, и говорить, вас услышат, и будет, как вы хотите. Еще раз. Тем, кто будет сто раз говорить, ну, я можно вот записать, а вот в язык, им говорю сразу же, подождите несколько дней, Яна записывает. Если вам очень срочно нужно, отправьте своим знакомым в Израиль, они вам перепишут и отправят. Я уж не знаю, как еще сказать, чтобы люди поняли. Вы даже не прослушав до конца ролик, уже орете, плачете, дайте нам ритуал. Имейте совесть, терпение и воспитание. Через несколько дней всегда печатают ритуалы, особенно на иностранном языке, потому что понимаем, что тяжело это все самим переписывать. Еще раз читаю. Иша мовеляет. А келев им шахшерет, вы ани махтив лах эт хцони. Далее. Если человек пытается специально сглазить ваш труд, ну, иногда он бывает такое, вот начнут хвалить. Ой, так ты хорошо сделала, так еще премию дали. Ой, не сглазить бы, чтобы у тебя все было хорошо. Значит, человек специально это делает. Есть люди, которые знают, что после таких слов у человека все портится. Или, ой, как хорошо у тебя там все сделали, построили, воду провели. И, ой, смотри, как бы там трубы, что-нибудь не случилось. Или, ой, газ провели, смотри, как бы что-нибудь не случилось. Такие люди очень опасны. Тут же читайте этому человеку вслед. Или скажите, вы сейчас на секунду зайдите, извиняюсь, в ванну или в туалет. И начитывайте быстро шесть раз эти слова. Чтобы то, что человек сказал, вернулось обратно. И через некоторое время вы заметите, что человеку станет нехорошо. Она попрощается, уйдет. Или он скажет, что у нее что-то резко голова разболелась. Это люди, которые намеренно это говорят. Они знают, что они глазливые. Либо они знают, что если такое сказать, обязательно что-нибудь случится. Или у них очень отрицательная энергетика. И после того, как они скажут, обязательно что-нибудь случится. Говорим следующие слова. ОГФ. ЦОРЭФ. ЦОРЭАХ. АВУХ. НЕШМАТХА. ОГФ. ЦОРЭАХ. АВУХ. НЕШМАТХА. Запомнили? Вот. Запишем. И возьмете, естественно, используйте в облако, как и все скоропомощники. Они все вам помогали, всем помогали. И эти скоропомощники на еврите на языке, который очень древний. Еще со времен хананейцев этот язык существует в разных наречиях. преодолел огромные, огромные века и тысячелетия, огромный, говорю, да, огромную протяженность времени. И дошел до нас. Так что, дорогие друзья, евреям не завидуйте, а просто учитесь у них, как правильно жить. И тогда все будет хорошо, потому что на одной зависти далеко не уедешь. Люди, которые занимаются завистью, время показало, только позорятся и ломают свою судьбу тем, что посвящают другому человеку всю свою жизнь. То есть отдают свою жизненную энергию и силу другому человеку. Запомните, кому вы завидуете, за кем вы гонитесь, кого преследуете, кого обливаете, кого пытаетесь очернить. Этому человеку вы отдаете свою жизненную энергию. Это доказано. Некоторые люди специально провоцируют, специально даже выводят, чтобы о них вы говорили, злились, нервничали и дарили им свою жизненную энергию. Я вам скажу по секрету. Если честно, иногда, видя, как человек подло, нагло пытается обнулить мой труд, я иногда этого человека провоцирую на дальнейшие вот эти вот вещи. И я скажу, что это такое. Этот человек начинает питать меня своей энергией. Ему плохо. Он пытается меня разозлить, вывести. Он пытается своими действиями меня спровоцировать, чтобы ей стало легче, потому что ей хочется меня вывести. А у меня энергия прет. А у меня работа. Я до утра сижу, пишу, переписываю, делаю, снимаю. Как видите. Знаете почему? Я вам еще раз говорю. Я просто знаю тайные секреты мироздания. Человек, который тебя преследует, он дарит тебе свою жизненную энергию. Если вы оглянетесь, посмотрите вокруг, вспомните, сколько таких было людей, которые от зависти просто заболевали. Люди завистливые завидовали соседям, своим сестрам, даже братьям, да кому угодно. Завидовали, завидовали, пытались очернить, облить дерьмом, сплетни всякие выдумывали. И в итоге умерли рано. И очень мучительно. Почему? Потому что они свою жизнь, энергию своей жизни дарят тем, о ком судачат. Хочу, чтобы каждый ритуал был не просто, знаете, такой вот сухомятку ритуал или шепоток, а еще урок жизни, который вам пригодится. Нельсен Манделла сказал, Завидовать врагу и преследовать его, это все равно, как выпить яд и надеяться, что твой враг умрет. Вот каждый день по чуть-чуть пить этот яд зависти и думать, что тому, кого ты преследуешь, очень плохо. А на самом деле плохо как раз тебе. Потому что тому, кого ты преследуешь, у него жизнь как шла, так и идет, а может и лучше, чем шла. А вот ты чахнешь, сходишь с ума от своего бессилия. Итак, дорогие друзья, старый еврей пошел работать. Теперь вы поняли, почему многие евреи не могут произнести «р», потому что на их языке буква «р» не существует. Пойду-ка я работать, а остальные пускай думают, что завтра интересненького про меня придумать. И я не против. Черный пиар, он сильнее намного, поверьте мне. Всем удачи!